Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! С вами информационно-познавательная телепередача «Семейный доктор». Мы сейчас находимся в инфекционной больнице города Алматы. И тема нашей программы – болезнь немытых рук, острая дизентерия. А о том, как ее обойти стороной, защитить себя, своих родных, близких от этой патологии, вы узнаете в нашей программе. Не переключайтесь, будьте с нами. Из многочисленных инфекционных заболеваний особое место занимает дизентерия. Ею болеют люди практически во всех странах мира, независимо от социального положения, национальности, расовой принадлежности, пола и возраста. Относятся к числу неприятных, вызывающих крайний дискомфорт. Это сезонное заболевание, и частота поражения им происходит в летние и осенние времена. Здесь также нужно обратить свое внимание на своих детках и тщательно следить за их образом жизни и гигиены. Острую дизентерию называют еще щегелезом. Щегелез – кишечная инфекция, которая очень распространена, и корни истории уходят в далекие времена, потому что всегда с того времени, когда существовал человек, инфекции очень, как бы, всегда сопровождают, потому что воспитание и культура человека очень много определяет. Эти санитарно-гигиенические нормы, которые человек соблюдает или не соблюдает, играют важную роль в развитии, например, в данном случае, именно кишечных инфекций. И щегелез или острая дизентерия – это относится к группе кишечных инфекций. Под щегелезом подразумеваются бактерии щегеллы. Именно они являются возбудителями этого заболевания. Могут находиться в желудке от нескольких часов до нескольких суток. Преодолев кислотный барьер желудка, щегеллы попадают в кишечник, вызывая воспалительный процесс. Также токсин щегелл попадает в кровь и обуславливает развитие интоксикации. Когда возбудитель попадает в организм, то появляется, естественно, клиника, которая может сопровождаться или симптомами общей интоксикации. И плюс – это поражение самого кишечника. То есть может в виде или энтеритического варианта, или энтероколитического. Если присоединяется гастро, как сама вот эта приставка, то тогда уже у человека помимо жидкого стула присоединяется и тошнота работа. Характеризуется повышением температуры, может быть, головные боли, боли в животе. Но основными симптомами дизентерии является это боли в животе, схваткообразного характера, жидкий стул, жидкий стул с примесью слизи, может быть, с примесью крови, также, может быть, ложные позывы. То есть человек хочет как бы в туалет, да, по-большому, но сходил, а там нету. То есть ложные позывы. Или же мы говорим тенезмы. Иногда вот такое чувство неполного опражнения кишечника. То есть больной сходил, а такого чувства, как будто кишечник опорожнился, нету такого чувства. Опять идет в туалет, то опять, то есть маленькими порциями, но часто бывает. Организм человека создан идеально, придраться не к чему. Возникает вопрос, какую же роль выполняет наш кишечный тракт и наша кишечная микрофлора. То, что вы спрашиваете, сейчас называют это не микрофлорой, а микробиотой. То есть это играет огромную роль. То есть именно содержимое кишечника, я имею в виду нормальную микрофлору кишечника, которая с нами живет, она играет огромную роль. То есть это является, по сути, делом тем органом, который защищает нас от многих инфекций, не только от кишечной инфекции. Потому что последние достижения медицины говорят о том, что микрофлора кишечника обладает даже противовирусным действием. То есть сейчас даже стараются пробиотики и пребиотики использовать при вирусных инфекциях. То есть это при УРВИ, гриппе, при различных вирусных инфекциях, для профилактики даже. Поэтому такое огромное влияние уделяется именно нормальной микрофлоре кишечника. А при любых кишечных инфекциях, конечно же, наступает дисбиоз или нарушение флоры. Или условно-патогенная флора поднимает голову, которая с нами живет всю жизнь. Чаще всего так происходит. Заражение происходит бытовым путем, через воду и пищевые продукты. Переносчиками шигелеза могут быть насекомые, мухи и тараканы. В зависимости от возраста и физического состояния человека, даже 10 бактериальных клеток может быть достаточно для инфицирования. Возбудители дизентерии отличаются высокой выживаемостью во внешней среде. В зависимости от температурно-влажностных условий, они сохраняются от 3 до 4 суток, до 1 и 2 месяцев, а в ряде случаев до 3-4 месяцев и даже более. При благоприятных условиях шигеллы способны к размножению в пищевых продуктах, салатах, винегретах, вареном мясе, фарше, вареной рыбе, молоке и молочных продуктах, компотах и киселях. Также существуют формы и степени шигелеза. Энтеритические, энтероколитические, гастроэнтероколитические формы, которые, ну, в любом случае толстокишечник задействован. И, естественно, легкая, средняя и тяжелая форма, в зависимости от того, количество стула, сколько человек теряет со стулом, и плюс симптомы интоксикации. Хотелось бы пару слов сказать и о службе СЭС по Бастандыкскому району, которая курирует инфекционную клинику. В своей работе мы тесно сотрудничаем с данными лечебными учреждениями, кроме этого, также с другими лечебными учреждениями, именно в целях профилактики инфекционной заболеваемости, неинфекционной заболеваемости. При проведении контроля за данными лечебными учреждениями, согласно приказу 463-го, мы проверяем их два раза в год, проводим обследование, выявляем нарушения. В случае выявления нарушения принимается мер административного действия. Проводятся консультативные мероприятия именно с врачами по назначению лекарств, по соблюдению ими требований санитарно-гигиенических норм и правил. В ходе обследования мы также смотрим нарушения санитарно-гигиенизационного режима. Кроме того, при обследовании мы смотрим своевременность и достоверность поставки диагнозов, снятия этих диагнозов. В целях данной программы на уровне департамента у нас организовано эпидемиологическое бюро. Совместно с клиниками и поликлиниками СЭС Бастандыкского района проводят такие мероприятия, как «Чистые руки, выбирай безопасный продукт», которые непосредственно влияют на здоровье наших граждан. СЭС занимается не только санитарно-эпидемиологическим надзором. Сейчас к нашим функциям прибавилось контроль качества медицинских услуг и технический регламент. В ходе работы именно в рамках технического регламента мы отбираем продукцию, которая также изучается, и та продукция, которая влияет именно на здоровье нашего населения, на здоровье наших работников. В ходе обследования стационаров и больниц мы непосредственно смотрим нарушение требований санитарных правил, именно персоналами соблюдаются, нет, в целях профилактики их и заболеваний того же персонала. В дальнейшем при работе с пациентами, не являясь источниками той или иной инфекционной заболеваемости, они проходят медицинские осмотры согласно приказу. Все это и многое другое ложится на плечи сотрудников СЭС. Как мы выше сказали, шигелез поражает не только кишечник, но и кровеносные сосуды. Так чем же он опасен и к чему может привести? Опасен тем, что может как бы пробудение язвы. То есть она уже как бы поражает кишечник, и пробудение этой язвы может привести к кишечным кровотечениям. Вот иногда бывает, если больные недолеченные, как бы уходят домой, да, и они дальше уже не лечатся, диету не соблюдают, то тогда, если как бы вот это извязление покрывается немножко фибрином, да, то домой пришел, как бы нарушил диету, опять вот этот уже как бы пленка сходит, и тогда, может быть, обостряется эта ситуация, может произойти кровотечение. Может развиться гиповолимический шок, то есть человек теряет большое количество жидкости с жидким стулом, который приводит к электролитным нарушениям и в дальнейшем уже к состоянию шока. Поэтому вот это очень серьезные последствия. Лечение, как правило, проводится в стационаре инфекционной больницы. К госпитализации подлежат больные со среднетяжелой сопутствующей патологией. Тактика лечения зависит от правильно поставленного диагноза. Всегда проводить диагноз, и надо обязательно собирать эпидемиологический анамнез, потому что для каждой кишечной инфекции характерен свой эпидемиологический анамнез. То есть для сальмонолеза это свой, для пищевой токсикоинфекции другой, для дизентерии это свой. Поэтому здесь очень важно, и инфекционисты, практически 70% диагноза строятся на том, как правильно собрали вы эпидемиологический анамнез. Лечение мы проводим, дезинтоксикационная терапия, то есть мы восстанавливаем ту часть, потерянную часть жидкости, и, естественно, боремся с... То есть этиологические лечения, это когда мы уже непосредственно действуем на бактерии, то есть это антибактериальная терапия. 3-5 дней в зависимости от тяжести состояния назначаются медикаменты и о том, что мы с вами говорили, нормализация микрофлоры кишечника. То есть, как правило, это пре- и пробиотики. И назначают, конечно, симптоматическую терапию, то есть если боли в животе, то обезболивающие препараты, вяжущие препараты, адсорбенты. То есть в зависимости от того, какой все-таки симптом преобладает. Если лихорадка, то и парацетамол, и дезинтоксикационная терапия. То есть тут сюда все входит в зависимости от тяжести состояния. Для восполнения жидкости врачи советуют обильное питье, к примеру, домашние компоты из сухофруктов, но не консервированные, которые мы делаем на зиму. Это могут быть различные чаи и, конечно же, ничем не заменимая обычная минеральная вода без газа. Вот мы и подобрались к мерам защиты и профилактики. Соблюдение диеты, то есть шадящий режим. Это стол номер, диета номер 4. Все в вареном виде, все на пару. Но жирные, жареные пищи и богатыми клетчатками из рациона исключаются. Соблюдение личной гигиены. То есть это мытье рук после посещения туалета. Обязательное мытье. Фрукты, овощи надо обязательно проточной водой мыть. Не так, чтобы в ведре положили, полоскали, полоскали и вытащили. Они с таким же успехом, вот эти бактерии, они могут оседать. Питаться в хороших местах, конечно, трудно сказать, хорошие места. Но, тем не менее, в общественное питание выбирать все-таки достойные ни забегаловки, ни с улицы, ни в ларьках. То есть на это обращать внимание. И при первых симптомах обязательно обращаться к врачу. В первую очередь. 15 минут наша программа подошли к своему логическому завершению. Я присоединяюсь ко всем советам и рекомендациям наших высококвалифицированных специалистов. Нам с вами остается лишь трансформировать в жизни все то, что мы сегодня узнали. А самое главное – соблюдать меры профилактики и гигиены. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин